Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 419. События дня. Матфея 19.8. А сначала не было так. За 3 января 2017 год. Лайла Г. Сердечно благодарю за то, что вы есть. Слава Христу! Искала путь домой. Господь оказал милость, поставил вас маяком. Игнатий Тихонович, горите ярше в кромешной тьме мира. Многие нуждаются в вас. Я скрываю фамилии, потому что изберги православные кидаются на этих людей, сразу и заливают, буквально головом отрывают. Владислав Марущак. Слава Иисусу Христу! Благодарение и хвала Богу! Низкий поклон вам, Игнатий Тихонович, за прекрасный ролик и объемное толкование во свете Библии на ролик притчи 6.12. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами. 2.2.17. Игнатий Тихонович, подскажите, вы бываете в Абакане? Читатели тут лекции. Хотелось бы послушать вас и увидеть. Игнатий Лапкин. Там не бывают. Там отец Геннадий Фаст. Наталья. У нас при одной из церквей есть сестры Милосердия. Я все думал попробовать присоединиться к ним. Они ходят в воскресенье в дом престарелых, мажут лоб старикам и дают воду святую. Я один раз ходила, попросили. Но почему-то внутри не могу себя заставить. Не знаю, надо ли это Богу. Подскажите, надо ли себя перебарывать? Игнатий Лапкин. И главное, что делают? Мажут, дают там воды, больше ничего нет. Вот у нас тут проповедник был один, Игорь Третьяков. Вот настоящий проповедник. Он старикам собрал их там, ну какого-нибудь в фойе есть, говорит. Вот вы не верите, инвалиды. То другое. Сейчас Христос придет, вы поползете там по лестнице вниз туда-то. И он их разогрел, стариков этих. Пенсионеров. Игнатий Лапкин, иногда да. Но тут, если ничего более нет, и не проповедует Евангелие, то и не пошел бы туда. Виктор С. Скоротовский. Мир вам, смотрю ролик ваш, где беседа с Романом. Название прише 6.12. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами. Это на этот ролик заходит. Я вспомнил, что при беседе с Романом я услышал от него такие слова. Герман Стерлигов, человек от Бога. Ну не может быть, чтобы человек сказал Роман. Я знаю, Роман верующий, он не мог этого сказать. Но говорит, и Виктору-то нельзя не поверить, то тоже верующий. Вот не так давно смотрел ролик, где Стерлигов гневается и кидает вещи в ведущего телепередачи. Он такой же, как чем-то напоминает Жириновская. Кидается, матерится и прочее. Ему одно имя разрушитель-то. Если тебе это понравилось, и ты пришел туда, ну тут больше объяснять нечего. Это внутри тебя сидит. Это просто ужасное состояние. Это же беснование. Беснование. Демон демона нашел. Может ли человек от Бога так вести себя в эфире? Так он еще гонит-то. Нигде нету церкви. Библия переведена неправильно. То есть это разрушитель. Он людей, я не знаю, сколько его слушают люди-то. Ну, ладно, они все равно неверующие приходят, и Библии-то не имеют-то. Ну, а кто другой спрашивает, а как же он говорит Библия неправильно? А где правильно? А он не знает где. Если говорит, то он там назовет Астрожскую или какую, который... А теперь выпустил там какую-то книгу, там собрал историческую. И неправильно все у нас, и даты неправильно все от Ивана Грозного. И все время меняет тактику. Я не могу ничего сказать. Роман встречался со Стерлиговым. Не мог ли он получить от него духа лжи? Я думаю, нет. Просто духа лжи пришел к духу лжи. Это раньше было. Он не может дать его. Потому что сейчас только пришел, и все. У нас там в Потеряевке есть один, Алеша ездил у него был. Один раз побеседовали, но сразу отвернулся от него. То есть он слышал и поехал. Ну, полюбопытствовать где-то. А если сразу зацепился, и человек от Бога, это там сидит такой. Алёна. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. До 3 марта у нас утаить не получилось. Посылку от нас получили с книгами. 3 марта у мужа день рождения. И она хотела скрыть, а потом распечатать, сделать ролик, мне переслать. Так как муж увидел ваш ролик. Вот так. Ну, я понятное дело. Я его днем смотрел, и думаю, придет с работы, какой же ролик включит. И представляете, включил его самый первый и сказал мне. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы. И тайного, что не было бы узнано. Ну, я-то сразу сказал. Если мы о этом говорим. Он допознает, узнает сразу. Ну, она говорила о фотографии, где книги получила. Ну, если Алёна Эсс про мужа говорит, то понятно, что он сразу узнает себя и ее. Ну, это событие дня. Что он будет смотреть-то муж-то? Ну, посмотрел же. Ну, она говорит, что это настолько удивительно, что, представь, с работы пришел, и первые роли включает, и на том месте, где об этом говорим. Даже я и то понял. Я тупой понял, что это она увидит. Нет, ты никак не мог знать этого. Потому что он на работе. Она, ну, все смотреть невозможно. У меня каждый день я ставлю 4-6 часов. Она говорит, что не каждый ролик практически смотрит. Она сама сказала. Ну, и ролик-то часовой. И ткнуть на это место. Она говорила, если можно, то фотографию она прислала. Ладно, мне-то какое дело? Я читаю. Муж сказал, что раз вы хотели мне сделать сюрприз 3 марта, то в этот день и будем распаковывать и снимать ролик. Это муж сказал. Посылку он не видел. Она у меня спрятана. Муж решил, что будет ждать 3 марта. То я ее и не буду доставать до указанной даты. Спасибо вам большое. С Богом. Вы извините, если я вас отвлекаю из своей бессмысленной писанины от важных дел. Мне совсем не хотелось бы, чтобы я вам как-то помешала. Таких, как я, наверное, много. Извините еще раз. Игнатий Лапкин. Отнюдь. Даже вовсе напротив. Мне приятно, что есть у меня в друзьях и новые друзья. Такие ранние пташки, которые помогают открытостью своих чувств. Сегодня я два часа ночи, кажется, за компьютером. И она сразу мне написала. Никогда больше и не говорите мне такие слова. Ваши сообщения для меня и не только приятны. И не только. И для меня и не только. И не только. Ирина, ты на знаки вообще как-то не смотришь. Приятны радостью детской чистоты. Ваш муж замечательно ответил о посылке. Бог вам в помощь. Алена. Слава Иисусу Христу. Филипп Дания. Хорошо написали, Игнатий Тихонович. Это ты всегда написал хорошо. Это тебе похвала. Я еще не получил ответ от них. Я дам вам знать, как все закончится. Но дальше. Подождите, я кое-что забыл указать. Нужно отправить письмо в топики теме. Указать. Я же сказал, нужно номер встать. А вы нет, нет. Пять раз. Я бы сказал, нет, я никак не знаю. Ты бы сказал правильно. Ладно. Указать номер. Дальше. Игла. Мир вам получил. Ваше письмо. Благодарю. Почему я сказал, не надо? Потому что этот номер написано для слежения. Ни для чего. И в каждом сколько номеров посылаем? Ну, сто. И нигде никогда не требовалось. Зачем? Этот номер на посылке ставится для того, чтобы... Написано для слежения. Идентификационный номер-то. А что там на почте где-то придет требование, и им я должен посылать теперь номер? Так они его получили. Все. Номер потерял свое значение. Ну, не знали, не знали. Бывает в каждом. Но это, он говорит, никогда такого не было в Дании. Ну, понятно. Я говорил то, как написано и всегда делал. Номер для слежения написано. Для слежения. Да хорошо. А слежать не надо. Он уже пришел. Посылка у них лежит. И поэтому им-то я говорю, человек. Я говорю, а зачем он им-то, когда получили? За кем следить-то, когда уже пришло? Ну, это он думает, что надо так. Поэтому надо поставить. Что значит в теме? Что за топик? Я не знаю. Там, когда пишешь письмо, там есть такие. Ну, я прошу, доделай. Так, Эгломир вам получил ваши письма. Это вот какое дело. Это мы отдельный ролик составим-то. Оказывается, вот эти я показывал. Но я показывал и не считал. Тут впереди-то про меня написано. Уже два ролика составили ярлы песни. Не видел, что про меня там и написано. Считай первое. Вот этот. Дорогой Игнатий Тихонович, поздравляем вас с Рождеством Христовым и Новым Годом 2017 годом. В эти праздничные дни мы решили напомнить о себе, так как вы когда-то пристали нам. А значит, празднование прихода нашего Спасителя на Землю является для вас таким же особенным событием, как и для нас. Это русское христианское радио. Вот это место отобрази. Вверху которое. Это они прислали письмо. Но на этом-то не закончится. Это дети ярлы песни пишут. Теперь считаем дальше. А мы отдельно составим ролик. Повторение будет у нас. Для них. Считай. Так, у меня теперь иной адрес. Там наши бараки уходят под снос. Теперь 065-6056, город Барнаул, улица Ползунова, 6, Лавкину Игнатию Тихоновичу. Ваше письмо мгновенно вызвало желание поделиться моими личными отношениями к Ярлу Николаевичу. И вышло вот эти два ролика, где есть его письма ко мне. Номер 1. Ярла Пестия упоминаю в своих книгах 89 раз. И вот какое оно есть. Номер 2. Вчера вечером мы записали. Ярла Пестия упоминаю. Так. Так. Я посылал ему свою книгу для слова Божия не туз. Книга почти вся из одних публикаций документов. Это в ролике под номером 2. Смотри выше. Вы хотели даже приехать к нам. Это возможно будет сделать летом. Не теряйте наши данные. Мой телефон стационарный. Ну так, кто видит, сделает, чтобы... Мобильный. Вот небольшой отрывок из ролика номер 2. Вот. Теперь небольшой отрывок. Это... Когда я буду читать? Ну вот отдельно сделаем это. Так, ну какого там? 13-го года, 2003-го года. Пишет он. Считай. Дорогой Господи, брат Игнатий Тихонович, приветствую вас с именем Господа нашего Иисуса Христа. Примейте большую благодарность за книгу «Для Слова Божия нет уст». Это первое издание было. Как хорошо это звучит. Это Ярд Николаевич мне пишет. Мне очень понравилось такое название книги. На этот текст я не раз проповедовал. Очень был тронут вашими теплыми словами о нашем радиослужении. Мы всегда старались придерживаться простоты евангельского слова. Я это указал ему. Насколько чужд дух сектанства, который разделяет детей Божьих, вместо того, чтобы объединить их вокруг Христа. Аминь. Я ему сказал, что почему у вас нет рукоположения и прочее. Я попутно ему и высказал это. Мы начали с большим интересом читать вашу книгу и верим, что она вдохновит многих на жертвенное служение Господу. Видишь, как понял. Да поможет вам Господь в вашем благословенном служении и в силе Духа Святого, чтобы еще многие блуждающие души нашли верный путь спасения. Буду вам очень благодарен за ваши молитвы о нашем дальнейшем служении и о моем здоровье. В настоящее время ответственность руководства миссии РХР возложена на моего сына Роберта. Сейчас он учит русский язык. А пока он проповедует с переводом здесь, среди русской эмиграции. И был уже пару раз в России. В марте он снова едет туда. Я очень хотел бы, чтобы он когда-нибудь посетил вас. Молитесь об этом, чтобы Господь сам устроил такую встречу. Так сожалею, что я сам не мог встретиться с вами. Мое здоровье сейчас не позволяет мне путешествовать. Однако благодарение Богу, что у нас есть уверенность встретиться у ног Христа. У меня к вам большая просьба, Игнатий Тихоныч. У вас, наверное, имеются ваши проповеди в записи. И если так, то не откажите в любезности передать нам пару кассет. Очень хотелось бы вас послушать. Почему он об этом пишет? Потому что, ну если изобретатель, он говорит, какие у вас изобретения? Он проповедник, его это очень сильно интересует. А я в это время вел программы на радио, и записи вел, и в тюрьме оставлял. Их там все время прокручивали. Передайте сердечный привет вашей супруге Надежде от нас. Где она ушла? Да благословит вас Господь. Прилагаю вам пару проповедей. Ваш друг и брат в неизменной любви Христова Ярд Николаевич Пести. Он протестант, и Песятников. Мой друг и брат. Я вам послал книгу, там моя биография, как я обратился, что я православный. И вот мое служение его не оттолкнуло. А еще смотри, какие у него слова пишет. И дальше. 13 марта 2003 года. Я дал второй адрес, он от меня ответа сразу не получил и, видимо, на кого-то послал. Мы с большим интересом и благословением читаем вашу книгу для Слова Божия, не Туз. Передайте, пожалуйста, Игнатию Тихоновичу, что, читая эту книгу, я особенно был тронуть его обращением и его бескомпромиссным свидетельством о Христе во всех условиях жизни. Это что-то стоит? Бескомпромиссным служением. Видите как? Даже вот далеко так от него находясь здесь. Возраст наш разный. Он старше меня. Он сейчас уже почил, отошел в вечность. Но его проповеди, я не знаю, баптисты даже распространяли так или нет. Мы ездили и ездили. Я, как сейчас помню, были в Латвии. Там группа пастуховая Леонида была. Это из группы Иосифа Бондаренко. Они уехали в Америку. Мне нужны чистые. Я распространяю с радио шумы, то, другое. Записать оригинал чистый. Ну, такие кассетки. А я-то на катушках. На больших. 375 метров. А тогда 525. Вот такие были. 12 часов, слушай. Это что-то стоило. На одной четыре дорожки. И он везде созванивается. А за ними следят. Я посмотрел, как они работают. Мы приехали, они на ноги все подняли. Звонит там брат. Отпросись с работы. Машина нужна. Нас сажают в машину. Я отец таким был. Так. Главное внимание сегодня. Найти оригиналы, которые мы ездили, получили в Стокгольме, которые прячем в архивах. Найти. Снять копии, немедленно начинайте снимать. Им дать. В Сибирь. Там везде пойдет. Мы пока у них были пообедали. Дальше машина, мы едем. Он говорит, будьте спокойны. Мы сейчас едем. Пыль расъедает. Я вижу, за нами машина увязалась. За нами машина увязалась. То есть КГБ следит. Сейчас мы подъезжаем к низинке. И там вода идет. Сейчас воды нет. Весной идет. Как у нас там труба. И там заросли. Мы едем далеко перед них. Они даже не увидят. Сейчас буквально ручку попробуйте. Дверь открыта. Мы прямо на самом месте останавливаемся. Мы сразу выскакиваем с вами и бежим. А наша машина поехала дальше. И в эту трубу мы на той стороне. А на той стороне там, говорит, у нас машина уже ждет вас. Вот работают. По мне это было. Когда за нами гонялись, а мы по крышам бежали. Я рассказываю, КГБ было. Боевики настоящие были. Ну и дальше, дальше уже поехали спокойно. Он несколько поворотов сделал. По просеке проехал. Нигде ничего нет. Все, мы оторвались. Ничего нет. У меня такое было. Мы собирались в Москве. Молодежь. Но сказали, мы сначала проверим себя. Сейчас, говорит, будем идти. Мы идем. Потом сядем на машину. Они сразу за нами. И потом возле подъезда мы выскакиваем. Узкий-узкий проход. Мы на ту сторону. А там машина ждет. Такая. Такое было. И когда вышли, говорит, давайте проверим себя. Идем мимо Лубянки. У-у-у. Что вы наделали? Тут вся Лубянка на вас работает-то. Ну, на меня все-таки захватили вечером. Я вверху там на какой-то станции, не знаю, соколы где сажусь, а они меня увидели. Я уже сел, кричат, он едет здесь, внизу, там, перехватывайте. Ну, и там меня перехватили, поволокли сразу же в кутузскую. Все рассказывать, это длинная музыка. Но главное, что вот это вот он понимает. Бескомпромиссное служение Господу. И мы там эти пленки получили, копии сняли, чистые. И тогда меня будут судить за эти пленки. Вот. А там ничего нет. А это радиостанция, Стокгольм. Никогда я не думал, что я в Стокгольме там буду или когда-то поеду. Что у меня будут книги. Ничего этого мы не знали. Но я знал, проповедь ее хорошая. Я говорю, никогда не забуду, как в дороге я брал с собой его. На катушку переписанную включил. И один мужик слушал и говорит, вот, я не верующий, но я верю, что он верит. Без веры таких не бывает речей. Казалось, слепсу в славе небо являлась, дрожащая к небу рука поднималась, и слезы текли из потухших очей. А кто это написал? Мэй, проповедник Беда. Вот. Ну и теперь что сказать? Посмотреть надо немного наши ресурсы. Это мой мир. Вот мы сюда переносим, что с этого, с Ютуба, по событиям дня. Это сегодня перенесены были. Так, два, три, четыре. Где-то еще пятого нету. По-моему, я сегодня пять поставил, а может четыре. Так, дальше что у нас тут идет? Сейчас, чтобы не мешалось это дело. Я уберу. Это, который я перекачал сюда. Второе. У нас есть очень большой форум. Семь лет назад. Семь лет. Притом у нас, в эту, завтра у нас будет отмечаться, первое воскресенье февраля. Завтра у нас будет 5 февраля. Начало работы нашего сайта. Сначала сайт появился, потом форум, потом мейл.ру. А дальше контакты, одноклассники и Ютуб. У нас есть что показать. На Ютубе у нас стоит 6,5 тысяч наших роликов. Ну и вот здесь кто-то зайдет, зарегистрируется. 1600 тем. Темы. Это не ролик. А одна тема, и тут я могу даже сказать, вот даже просмотров сколько? 111 тысяч. Это сказать, 11 тысяч. Тут где-то есть такие, я смотрел, вот сколько. Вот это, 5 тысяч или 50? 50. Вот. 50. 50. А здесь сколько? 160. А? 160. 160 тысяч просмотров. Это не ролик, это тема. Огромные темы. Там и ролики стоят, и фотографии. Ну и вот тот самый Ютуб, о котором я говорю. Открытым оком во свете Библии. 5 миллионов 197 тысяч просмотров. И подписчиков. 6080, кажется. Да? Вот сегодня я поставил сколько? 5. Вот вчера, который вечером записывали, Ярла вторую. Сколько посетила уже? 25. Ну 25. Мало. А занятия по исследованию Святой Библии, сколько? 215. А, так это другое, это не туда попал я. Вчерашний. Но сегодня у нас самое популярное, это вот событие дня. Намного оторвалось от других. То есть, с каждым днем наращивается количество посетителей здесь. Ну вот это и все, можно сказать. Других у нас нет. Переходим на наш сайт во свете Библии. Православный библейский сайт. Так, что у нас здесь еще позволительно? Да, еще и времени у нас достаточно. И вот здесь самое главное на сайте. Вот как он выглядит, православный библейский сайт. Вот здесь нажать на православный форум, выскочишь сразу, нажмешь на видеоканал. Вот открытая книга, вот здесь вот моя 41 книга, можно брать. И вопросы, и ответы. Мы сейчас разбираем в 55 папах. Это папка церковь, о церкви. Отсюда берем и озвучиваем. Вот сейчас Ctrl-A. Ctrl-S засветили. Так, теперь это мне нужно убрать. Вот заходим в эту, в вордовский лист. Ctrl-L вставляем, активируем и возводим до 20 номера, чтобы легко можно было считать. И все. Вопрос 3578. Я не знаю, у кого есть вопросы, задают, и чтобы они номерованные были, в какой книге. Нигде в интернете не встречал. Я не ищу оригинальности, просто это удобно, просили, мы сделали. Это вопросы в 30 книгах открытым оком. 24 церковь открытым оком. Исходя из сегодняшнего состояния православия, какая же видится перспектива у церкви православной? То есть это мне студенты задавали по радио, очень серьезные. Но видно, что это люди не первый раз приходят. Дальше. Ответ никакой, а все туманный мрак. Вы откройте любую газету в любой епархии, что там увидите? Иконы, календарные, святые, поездки и служения храмовы у архиерея. И везде все разные конференции, чтения, собрания, отчеты. Все группами, компаниями сидят дядьки в черных одеждах и турецких колпаках. Это камеловка называется, это камел, это верблюжий волос. Видят, сидят и сидят. И на службе выходят толпой рядом с архиереем. С двух сторон шпалерами стоят и молчат. А потом раскланиваются и уходят молча. Разговорятся только там, в алтаре, друг с другом о разных забавных вещах. А в это самое время от двери к двери идут сектанты. В это же самое драгоценное времечко идет у них подготовка миссионеров во все страны. Что толку от Министерства Вооруженных Сил, если не готовят солдат, если с ними не занимаются, не проводят сражения. А в это время в разных лагерях готовят тысячи смертников и смертниц. Кто кого будет бояться? Поговорите с семинаристами. Чему их там мучат? Да это уже покойницкие кадры. Им бы отпевать только было, блбы, мочить, ибо сами попы с архиереями не крещены. Неверие в Библию. Абсолютное невежество в Писании. Православие не имеет будущности, основанное на знании Писания, на апостольском служении. Все обряд, традиции и грызня за доход, за пресловутую каноническую территорию. А теперь еще новая чума с канонизацией. Как помешались на ней. С мертвецами возятся. Мощи кромсают, иконы таскают. По крестным ходам и святым местам замаялись. А сектанты, разнокалиберные еретики, в это время делают все свое дело искренно и старательно. Напористо и безответственно. Как слепой не видит, что нога его над пропастью, так и служители алтаря. Они забились в тихий уголок и завтра никак не хотят за здраво и трезо взглянуть. А там их ждет то, что недавно было. Храмы отнимут, их вышвырнут, как совершенно негодных идолов. Народ старый перемирает, а новому же ничего суррогатного не нужно. При случае поговорите с сектантами, и вы почувствуете их персональную и глубокую веру во Христа и в Священное Писание. Ни суеверия, ни корни и традиции, предания и празднования различные. Исайя 1.13 Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Второзаконие 28.15 Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сие и постигнут тебя. Проклинать не надо. Ты нас проклинаешь. Не надо. Они придут все проклятия. Это пророки сказали. Это говорит Моисей. И далее стихотворение. Какой-то молодец купил огромный дом. Дом, правда, дедовский, но стройный на славу. И прочность, и уют. Все было в доме том. И дом бы всем пришел ему по нраву. Да только до беды. Немножечко далеко стоял он от воды. Ну что ж, он думает, в своем добре я властен. Так дом мой, как он есть, велю машинам к реке перевесть. Как видно, молодец механикой был страстен. Лишь сани под него подвесть. Это развал. Я думаю, Роман наш бы перетащил к реке. Дальше. Подрывшись наперед ему под основание, А там уже изладя на катках, Я воротом, куда хочу, все здание Поставлю будто на руках. И что еще, чего не видно на свете. Не видно на свете. Куда перевозить, туда мой будут дом. Тогда под музыкой с приятелями в нем, Перуя за большим столом, На новоселье я поеду, как в карете. На новоселье. Сядя в дом свой, как в карете поедет. Пленясь глупостью такой. И к делу приступил тотчас механик мой. Рабочих подрядил, под дом рылся, Под домом рылся, рылся, Ни денег, ни забот, ни мало не берег. Однако ж дома он перетащить не мог. И только до того добился, что дом его свалился. И кто там написал? Крылов. Как звать величать? Иван. Иван Андреевич. Вот смотри, дом-то свалился. Вот это перевести, перетащить, Я почему поставил стихотворение? Так православию. Дальше. Как много у людей затей, Которые еще опаснее и глупее. Вот так. Я это перетащу сейчас туда, А то маленько не так будет выглядеть. Вот сюда вот нужно. Я считаю Крылов Иван Андреевич Самым умным писателем и поэтом, Какие у нас были. Умница. Но еще нужно писать, Это сказать. Как ролик назвать? Перспективы православной церкви. Давай. Церковь. Точка. Ее перспективы. Все. Теперь мы идем дальше. Теперь мы еще контр-лес. Забираем и перетаскиваем на кончике курсора. Вставляем в ворт. Все это быстро сделано будет. И поехали. Вопрос 3587-й, 24-й том, открытым оком. Что слышно про епископа Диамида Чукотского? Служит ли он еще? Ответ. Я лично его не знаю, только молюсь о нем ежедневно в утренних молитвах с произнесением его имени. А если в том пользу ему, Бог только знает. Газета «Известия» за 27 ноября 2007 года на странице 2 поместила статью о нем, что он патриарха Алексея Ридигера, Иуде, назвал за то, что тот якобы молился с католиками недавно и якобы требовал через интернет от того покаяния. Сама патриархия доказывает, что не молился, а только святыням поклонился. А такое, где было, допустимо всегда. Диамида Дзюба представляет ревнителем древнего благочестия. Да с ним старообрядцы и разговаривать не будут на эту тему. Для них он один из никоньянокаянных. И для старостильных греков он сам уже будет еретиком и вероотступником. Я всегда говорю, ну ты маленько-то посмотри на себя-то. Кто ты для них-то будешь? Что там возносить? Если бы Диамид пошел на благовестие, как шли апостолы, он бы не искал такие обвинения, которые ни на кого не оказывают никакого влияния. Допустим, что патриарх в этом году не был у католиков. Ну и что изменилось бы в России? И что бы тогда было с Диамидом? Где бы он вдруг появился в интернете и на какую тему устремился бы? А так все-таки он дал ему тему. На снимке Диамид стоит вроде бы с книгой. С какой? С книгой правил? Ему бы взять в руки Евангелие и всех своих мобилизовать на проповедь, поучиться у сектантов, которые и в его краях довольно успешно обращают Диамидовых мертвецов, его слепых овец в свою веру. Можно было вообще патриарха ему не трогать, ибо это грозит для него запрещение практически не за благовестие. За что пострадает? А когда его запретят, то там и слова вообще не будут сказать. Тогда и слова вообще не будут сказать. Почему Диамид ни слова не сказал о заросшей по его вине Ниве, о нераспаханных территориях, на которых холод и мрак с северных широт он уже и пестует? Пестует. Знаешь это слово? Да. Дальше. Знаю, конечно. Окажись он здесь, да вряд ли мы вообще бы с ним встретились. Так уж под жиотаж кто-то бы и сказал о нас. Не евангельский он работник, лично я от него ничего евангельского не жду и впредь. А так вот, будет цепляться то за патриарха, то за Кирилла, и будут наращивать лишний вес в эфире и на животе. Римлянам 2.19.21. Это у меня выступление по радио, то другое были. Ну вот у вас, знаете, такое все живое, потрогать можно. И кто говорит? Архимандрит Юрасов. А нам, говорит, преподают там это мертвящина. Я пишу. И уверена себе, что ты, путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежды, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? За него я молюсь по сегодняшний день. А сегодня это февраль 4-й 2017 года. Ну и в интернете читал, что он рукоположил единоличного брата своего в епископ. И через короткое время они разошлись так, что совершенно отдельную резикцию. Но его нигде не слышат. Но тут и говорить не о чем. Осел увидел соловья и говорит ему. Послушай-ка, дружище, ты, сказывает, петь великий мастерище. Хотел бы очень я сам посудить, твое услышав пенье. Великоль подлинно твое уменье. Осел будет решать, как соловей поет. Тут соловей являть свое искусство стал. Защелкал, засвистал. На тысячу ладов тяну переливался. То нежно он ослабевал. И томно вдалеке свирелью отдавался. То мелко дробью вдруг пораще рассыпался. Внималось все тогда. Любимцу и певцу авроры. Затихли ветерки. Замолкли птичек хоры. И прилегли стада. Чуть-чуть дыша, пастух им любовался. И только иногда, внимая соловью, пастушке улыбался. Пастушке рядом стоит. Он настраивал ее на хорошее отношение. Скончал певец. Осел, уставясь в землю лбом, изрядно говорит... Изрядно говорит. Сказать не ложно. Не ложно. Тебя без скуки слушать можно. Во! А жаль, что не знаком. Ты с нашим петухом. Еще б ты более навострился. Когда бы у него немножко поучился. Вот у петуха у нашего поучиться надо. Вот я когда берут мои книги и следуют, у меня точно такие же мысли. Берут куда? Киево-Печерскую лавру мои книги затребовали. Это значит, что-то стоит. Центр. Дальше. Сергиев Фасад. Академия. Дворкин. Несколько епархий. Но 14 лет это не 14 дней. И ни слова нигде нету. Вот учился бы еще я у их петуха. Услыша суд такой, мой бедный соловей спорхнул и полетел за 3-9 полей. Избави Бог и нас от этих судей. Крылов, 18-19 год. Вот так. Так, о чем? Ну что, о Диамиде там что-то было. Так, церковь Диамид. Снова выходим на поиски новой темы. Вот. Контр-ЛА осветить. Контр-ЛА скопировать. Теперь мы разворачиваем одну страницу борда. Контр-ЛА вставляем. Контр-ЛА активируем. И до нужного размера 20-ку. Все. Готово к чтению. Вопрос 3777. 26-й том открытый МОКО. Если Слово Божие не было распространено на Руси, то как же могли учить своих прихожан священники? Ответ. Да никак. Главное же богослужение и как можно чаще исповедоваться и как можно чаще причаститься. А дальше все идет по обычаю мира сего. Священники и тогда были замордованы архиереями. А архиереи состояли на службе у царей, которые выворачивались совсем уже не в ту сторону, хотя и числили себя православными. Вот так дело и обстояло. Император, русский антихрист Петр I, направляет в Сибирь своего послушного клеврета из хохлов. Специально подбирали таких, кто был предан царю до последней волосинки на своем теле. До этого Петр пожелал отправить туда и чтобы навести порядок со староверами Дмитрия Ростовского. Туптало. Туптало, фамилия его. Подбирал это? Нет. Это его фамилия. Подбирал же гонитель по признаку ненависти к староверам, ибо у этих выходцев с Украины не было ни малейших зацепок в памяти быть милостивыми к раскольникам, ибо там на их родине не было старобрядцев. Писания не было и не учили ничему. Дмитрий не поехал якобы по болезни и в связи с отдаленностью от библиотек, ибо боялся не дописать жития святых. И даже этот отказ Петр ему простил. Хотя такого ни одного не поставил, запретил. А на его место снова берет с Украины, но исключительно мирского человека, театрала, не знавшего, что такое миссионерство и как вести себя с теми, кто с ним не согласен. Архимандрит Тихон... Откуда я это узнаю? Архимандрит Тихон, батюшка наш его хорошо знает, а раз написал книгу, его поставят епископом. Я же с первого дня знаю, точно поставил епископом. Архимандрит Тихон Бобов, апостол Сибири, кавычки закрыты. Страница 34-я. В начале 1702 года, приближаясь к Тобольску, преосвященный Филофей... Которого вместо Дмитрия поставили. ...обозревал всех, встречавшихся на пути церкви своей епархии. Начиная с Урала, ознакомился с духовенством, отмечал встречавшиеся недостатки и непорядки. Кавычки открыты. Ледь и Писание предати. Невозможно даже на бумаге выразить. Никакое страшное. Страница 35-я. Крестить священникам павильона до вкушения пищи и питья. Запрещалось отпевать... А что? Крестить священникам павильона до вкушения пищи и питья. А какое это отношение имеет? Никакого. Павел ночью крестил, отужин или крестил Степана в тюрьме. Деяние 16-я глава. Запрещалось отпевать не только опившихся и самоубийц, но и утонувших во время купания, играющих, упавших с качелей, убитых во время разбой и воровства. Но какое? С качелей упал, убился, отпевать нельзя. Откуда это? Что это? Духовенство сибирское не образовано. Не позволять монахам и монахиням жить и бродить в мире. Производить выходы из алтаря с северными, а не южными вратами. Ходить, ходить, ходить при крещении и при совершении таинств. И треб не по раскольнище, а против солнца, то есть к востоку. То есть идти вот так, дом стоит, храм, то вот так вот идти. А до этого от князя Владимира 700 лет ходили вот так вот, когда солнце идет за солнцем. Называется посолонь за солнцем. А теперь против солнца. Ну а как правильно? Ну было принято, это ничего не меняется. Когда пошли, столкнулись с другими, там было. А солнце это Христос. Так что? А мы идем за солнцем. Вот сегодня говорят, иди за мной, следуй за мной. Христос идет впереди, а мы за ним идем. Это старобрядцы говорят, вот солнце идет, а не за ним. А эти идут против. Почему? А Христос стоит, он сказал, идите, приди ко мне, и мы к нему идем. Но в самом деле есть и за мной, и ко мне, на разные места. Спорить вообще не очень. Миряне не знают простейших молитв. Грешат против заповедей от Соломудрии. То есть блудят. Унаследовал этот порог от первых поселенцев казаков. Безженственных и бессимильных насильников Сибири. То есть не женились они, а блудили с местными кухарками. Раскол постоянно оторгает от церкви сотни и даже тысячи людей, придавая их огню. Местные инородцы остаются до сих пор без христианского просвещения. Вот так. Теперь-то он говорит, раскольники, это старобрядцы, которые бежали от их мучений неконьянских. И вот теперь... Магометанство не только не ослабевает, но увеличивается из-за привлечения к исламу идолопоклонников. В очерны архиерейского дома присвятители Феофили тоже пришли в лучшее состояние. Вот так. В них определены опытные правители. Их хлеба теперь было... И хлеба теперь... А, хлеба, да. ...было достаточной даже в изобилии. Люди отвыкали от общественных богослужений. Практически не говели и не причащались. Неизбежно охладевали христианской жизни и становились легкой добычей раскольников. За 25 лет, видно, пребывания в Сибири Филофея количество церквей увеличилось до 448. В 1700 году по царскому указу прекращены выдача красного вина, ладана и воска. Заботясь об церковном благолепии, митрополит Филофий исходатайствовал у императора восстановление этого обычая, который существовал издревле. Священников катастрофически не хватало. А те, кто были, отличались полной необразованностью в духовных вопросах, отчего и допускали различные канонические нарушения. То есть, а какая же церковь? Каноны не знают. Подряд нарушали. Присали его с Украины. И он ничего не знает совершенно. Дальше. Страница 39. Чиновникам за притеснение священнослужителей государь грозил строгим судом. А кроме того, необходимо было начитать проповедь. Среди идолопоклонников и магометан. Филофий считает основателем первого в Сибири театра. Вот он чем отличался, митрополит. Первый театр установил. И колокол бил и созывал. Театрал. И в 1705 году составил первую его постановку. Владыка сам писал комедии, трагедии, драмы для своего детища. И ученики архиерейской школы приучались через участие в выступлениях к свободному произнесению проповедей. Вот как проповеди учил через театр. На каких же там проповеди будут? Для увеселения и назидания жителей ставили их. Охотник Владыка был до театральных представлений. Славный, богатый комедий делал. И когда нужно было на комедии собираться, тогда Владыка соборные колокола благовест производил. Театр. Его канонизировать, они на канонизацию тянут Филофея сейчас. И все, видно, канонизировали теперь уже. Театры. Бобов, который пишет это, его теперь в епископу поставили. Театры были между соборными и сергеевскими церквами. А раскол все умножался. То есть, они театры стоят, а раскол все умножался. То есть, старобрядцы. Страница 42. С горячностью малороса он просил Петра I церковных раскольников, отступивших от святые церкви и в упрямстве, не обратно стоящих и истреблять, а прочих же церковных раскольников, где явятся, всякими наставлениями приводить до соединения святые церкви, а не покоряющихся, да мы их разграбляте на великого государя, а их смерти предавате. То есть, он ходатайствует перед царем, как Хрущев на Украине был. Больше, больше. И он тысячи погубил старобрядцев. Да кто же пойдет в эту церковь Яконянскую-то истреблять? Разрешение последовало в духе того времени, в который раскольники, собрав люди, сожигали таким ворам, хотя и покаются без всякой пощады, во страх иным, таким же ворам сжечь. Сжечь. То есть, те с самосожжением, чтобы не издались, а теперь, если вылыли, теперь их надо сжечь. У Петра просит разрешение. Страница 21, 6 января 1679 года. В пламени сгорело до 1700 староверов, по сведениям Абрамова, 2700. В 1682 году в Утятской слободе сожгли себя 400 человек. В 1686 году в пустыне Верхотурского уезда 100 человек. На Пасху в 1686 года во время заутренней в селе Каменка Тюменского уезда сгорела церковь и 250 человек. Перечисляются церкви и где были сожжены староверами. К 1740 году на Камчатке существовали 4 церкви, а крещённых камчадцев, камчадалов, не было 100 человек. В неуспехе миссии виновны были не сами миссионеры, а покорители Камчатки, грубые бездравственные казаки, чинившие притеснение к камчадалам. Самих остяков и вогулов от мала до велика царь повелел крестить. Всех крестить. Указания дали, стали крестить. Как крестить? Смотри. Воинами ходили, окружали их, брали, морили голодом. Или умрёте, или креститесь. И они сразу падали и говорили, будем, батюшки, креститься. Крестились, он их помощил. Дальше ушли, приходит мусульманин. Мусульманин им говорит, вы теперь какие? Ведь вам нельзя будет теперь двух жён иметь, как нельзя? Так вам поп обманул, а у нас четыре можно иметь. Кони, но у вас другого-то нет. И коней есть нельзя. Да вы что? Да. А у нас можно. Ну, прими нас, батюшка, к тебе. Всё, мусульмане. Кони и жёны. Он им дал. Тем, которые пожелать креститься, простить все недоимки прошлых лет и выдать из казны кафтаны. Кафтаны? Ну что, ну кафтаны. 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 Рубашки и хлеб по рассмотрению. Теперь сегодня будешь есть картошку. Не картошку, а картошку. Может и буду, не знаю. Их князьям предложить креститься. И если изъявят желание, то обнадёжить их царской милостью. Обнадёжить царской милостью? Ну вообще чудесно. А какая милость его? Теперь ты пропал совсем. Тебя и в армию возьмёт, и детей поубивают. Ну насильно не крестить. Беседовали с главным ламой, вокруг которого было около двух тысяч лам. О священниках. Да сколько же их было-то? Принесли Филофею оттуда и письмо. Кавычки открыты. Старому ламе, священнику, великому ламе, над ламами ламе, Филофею, ламе челом бью и прочее. Вероятно, силы миссионеров были недостаточны для такого трудного подвига. И они стали приходить с войсками, с пушками. Вловить их по болотам. Для покрытия сараев по изготовлению кирпичей привезли две тысячи вазов соломы. Вазов? Ну почему не вазов? Вазов пусть будет. И в 1078 году было изготовлено 114 200 кирпичей. Хорошие были иконы, которые поражали молящихся при взгляде на них. Было два пророчества Филофея. Когда велел запрягать в сане, и ночью пошел снег, и так когда рыбаки сокрыли большую рыбу, и он сказал им, детки здесь, а где матка и рыба. Это про рыбу, рыбу, детки здесь, а где матка, большая рыба. И рыбаки отдали две большие нельмы. То есть это два пророчества его было. Его во пророчество что-то отнять. Сам архиерей любил рыбачить, когда же стал чувствовать приближение смерти и просил похоронить его при входе в Тюменскую обитель, чтобы люди попирали его могилу, как соль, потерявшую силу. О как, вот теперь да, соль, потерявшую силу. Да как на него ты не наступишь, на ним два метра земли насыпано. 31 мая 1727 год, на 1777 году почил. Поток паломников не иссякал к его гробу в течение почти двух столетий. Люди с нуждами и скорбью приходили на его могилу, служили панихиды, получали просимое. Да врет все это он. Крестилок около 50 тысяч иноверцев. Инородцев. Инородцев. Таков апостол Петра I. Мы только случайно узнаем тайные приказы царей против исконных жителей, приверженцев той старины, какую привез князь Владимир. Премудра Соломона 12.5. Безжалостными убийцами детей и на жертвенных перах, пожиравшими внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях. Третий Маковецкий 5.31. Царь же, полный сильного гнева, с нечестивым замыслом, вышел целым походом со зверями, желая по жестокости сердца видеть собственными глазами плачевную и бедственную гибель упомянутых людей. Так, о чем здесь? Ну, про Филофия, может, этого я не знаю. А как оно называется? О чем здесь? Надо просто узнать. Где тут у меня бегунок-то? Так, как могли учить без Слова Божия? А Слова Божия тут вообще нет нигде, он не говорил. Церковь без Библии. Можно написать Филофей. Тогда мне легче найти будет. Так, идем дальше. Это не последнее. У нас еще тут начасы нету. Ну, и вот сейчас мы дальше находим. Видишь, как вопрос, и какой вопрос? Вопрос, его надо понять, а потом ответить. Ответить документально. Ну, вот так у нас дело. Давай. Вопрос 3778. 26-й том, открытым оком. Наконец-то обнаружили еще одного просветителя Сибири. Филофея. Почему вы раньше о нем ничего не говорили? Когда перечисляли благовестников на Руси? Это меня спрашивают. Такой благовестник, а ты про него не говорил. А я перечислял кого? Иннокентий Вениаминов. Там Николай Японский, Касаткин. Там Пермяков обращал Стефан. Вот этих я поминал. Макарий, Архимандрит, Глухарев на Алтае. А его я не поминал. Выходит, были же такие светильники и в Сибири, кто подражал апостолам Христовым, в первом веке жившим. Что за методы работы с язычниками были у этого праведника? О, вопрос, так вопрос. Ответ. Погодите трубить. Посмотрите без предвзятости, кто был этот Филофей Лещинский, живший в 1650-1727 годах. Он полагал себе в заслугу сжигать старобрядцев, если они ему не покорялись. Это же был волк в овечьей шкуре. Лютый волк, нещадящий стадо Христова. Палач безжалостный. С митрой и змеевидным жезлом. И, быть может, именно из-за его гонения пришла коммунистическая чума на Тобольск, что сам царь был сюда сослан, чтобы увидел, что натворили сатрапы царские в рясах, что выперло из народа. И начали грести большевики всех священников подряд. Им это ох, как не понравилось. А как же те жертвы с бородами законопослушные, граждане Руси, не святой, верные старинным благочестивым обрядам и старопечатным книгам. Интересно, когда собрался там собор, с епископа, с зарубежной церкви, и они принесли покаяние перед старобрядцами, не за то ли нас посетили гонения при коммунистах, что наши отцы гнали вас? Простите нас! Помнишь, нет, читали? Да. Да, дальше. Они не пришли на память вам. Филофей знал только гнать и сжечь. Его, как огня, боялись и туземцы, и из страха соглашались принять крещение. Дальше этого обращения не шло. Едет архиерей с солдатами, и проповедь его состояла в основном всего из двух слов. Робята, покреститесь! Апостол Павел не сжигал ни одной кумирной капище. Деяние 17.23 Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано, неведомому Богу. Всего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Этим путем Лещинский не мог пойти, ибо не имел духа любви к Слову Божию. С собой брал толмача-переводчика, такого же по вере, как и окружающие неверы. Не боролись с неграмотностью, не переводили на родной язык ста остякам и вогулам. В Евангелии Христова слово Христово было совершенно неизвестно крещаемым. Архимандрит Тихон Бобов с апостола Сибири, столица 60. Кавычки открыты. Если потомки новокрещенных не смешивались с русскими, то возвращались к идолопоклонству. Филофей заболел и принял схему с именем Феодора. Ему было уже 60 лет, и он начал миссионерствовать. Это он пишет в книге. Как он миссионер стал. Слушай. Остяки имели некоторые представления о высшем божестве. Они его назвали Торым. Но обращаться непосредственно к нему с прошениями не дерзали, считая себя недостойными внимания его. Самой страшной считалась клятва на волчьей или медвежьей шкуре. Вот стоять это данное клястье. Если молитва не исполнялась, идола выбрасывали. Но когда нужда возникала, идол доставался из непотребного места. Сами шаманы располагали людей к принятию веры Христовой. Говорили, мы теперь будем веру содержать русскую. Хотя нам и жалко своей прежней веры. Но Бог не велит нам противиться тебе. Крести нас. Это они ему говорят. После краткого доставления веры, святитель с радостью окрестил их. В другом месте остяки при приближении архиерея разбежались по лесам и болотам. Но там их донимал гнус. Плохо ловилась рыба, не хватало мяса. Видно, пришло время креститься. Видно, Богу так надо. Это вот он еще бы комарами их привлекал. Они вернулись и довольно, добровольно приняли крещение. Но просили, чтобы не совершали крещение над их женами из опасения, что они утонут. А то у них молва такая была, что крещеная, она обязательно утонет. Как сейчас говорят, крестить надо немедленно, а то его машина задавит. Вот церковь приходит креститься, а там машины на взводе, машин 10 ждут, когда он выйдет. Может, мы утонут во время крещения имели в виду? Филофей сказал, что если кто утонет, то утопите меня. Таким образом, все присоединились к стаду Христову до 3,5 тысяч шостяков. Это я беру только из книги. В 714 году также отправился по реке... Оправился? Наверное, отправился. Наверное, я тоже думаю. Для крещения вагулов. Кумир не горели, но креститься не желали. Принявшие магометанство получили наставление, что теперь можно четыре жены иметь и есть конину. А у русских этого нельзя. Велел ставить кресты и иконы над навесами. Один мула определил их и теперь стало намного труднее крестить. Склонялись к магометанству, потому что народ был грубый, прослодушный и вместе с тем чрезвычайно чувственный. Стратегия 68. Принимали крещение без сопротивления. За начальником, находившимся до этого времени под стражей, последовали и его подданные. То есть они держали его в каталажке, морили там, потом крестить. Куда деваться-то? В другой раз вагулы согласились креститься, но при условии, если позволят не истреблять своего бога. Это уже по-хохлядски. А вместе с ними крестят и его. Потом возложат на него золотой крест и поставят в церкви среди икон. То есть своего бога они крестят в воде, на него крестик наденут. Жен своих будут крестить они сами, сами возложат на них кресты. Согласны креститься, если им не будут запрещать многоженство, и если они им дозволят под крещение употреблять конское мясо, как самое для них приятное. Потом вспоминали Феодора так, кавычки открыты. Добрый был, простой был старик-то. Не крещал, не ругался, потихоньку, добром говорил. Ребята, креститесь. Сперва боялись его, а после признакомились, перестали бояться. Марк 13.10 И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. 1 Петра 1.21 А Филофей этого не знал. Но слово Господне пребывает вовек. А это и есть то слово, которое вам проповедано. Евреям 2.3 То, как мы сбежим, вознеродев, ну, я же, я, я, таликом спасений, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшим от него. Прощальный ужин Павел заказал, созвал епископов и всех поповокрестных. Вообразим, как нынче ресторанный зал, икра и выпивка, чтобы не казаться пресным. Это я сегодня вижу, как архея прощается. Расселись батьки чина за столами, шесть блюд, как минимум, и губы раскатали. На тишиной апостол с распостертой дланью, таким он видится из нашей тусклой дали. С ним за столом и патриарх московский, властолюбивый папа и греки-торгаши. Примолкли непочетные все гости, забегали под кожей термиты, термиты, мураши, готовы, мураши прям под кожей. Рожно, упертое, когда-то в грудь усавло, так ощутимо встало пред каждым. Для расставания уже пора настала, воздух святой поставил быть на страже. Павел говорит, трудно идти против рожна. Я говорю, рожно, упертое, когда-то в грудь усавло, рожно, заостренное, как пика. Беречь, пасти искупленных овец, жизнь полагать за стадо Иисуса. Но среди вас так много волков есть, и от волков бегущие есть трусы. Это он им на прощании говорит, за столом в ресторане сидят. Не просто волки, лютые при том, и нещадящие отары беззащитных, превратно говорящие, им не закрыть роток, и каждый будет мыслить, что он учитель. Не к Богу поведут, а за собой, за прихотью разбойничьих с кровавой. Примеру моему они объявят бой, путь благовестия бесстыдно обесславят. Не пощадят измученного стада, авторитет свой пестуя так рьяно. Каноны выбросят, им не нужда ограда, и в алтарях толпа из полупьяных. Я вас учил в домах и всенародно, не упустил полезного ничуть. Я чист от крови всех, учить теперь вас поздно. Меня вы не увидите, иду на крестный путь. 16 января. Так, а о чем здесь? Ну, про того же Филофея. Нет, ну да, про Филофея, ну давай. Сейчас мы церковь. Морковь, миссия Филофея. Выезжал всегда с солдатами, отряд солдатов был, по болотам ловили их и тащили. А начальника в каталожку сажали. Так, еще один вопрос, 5 минут еще в моем распоряжении. Так, давай-ка закончим, как надо. Ну, совсем немножко, маленький вопросик, маленький ответ. Нет. Ctrl-S. Как всегда, переходим в Word. Переводим в Шурифт 20. Поехали. Вопрос 3782. 26 том, открытым оком. Вам никогда не выиграть эту битву за чистоту в православии, чтобы вернуть все к апостольскому времени. Вот так, никогда не вернуть. Пусть, путь есть даже очень простой, уйти к сектантам. Там все так выверено и ничего лишнего. А так, вас все равно попы задолбят. Да и многие другие вами недовольны. Вы это разве не видите? Вот как люди это смотрят на мою деятельность. Ответ, давно вижу, не хуже вас. И вы тут совершенно правы. Были бы, если бы не было Бога и Библии. Меня долбят церковники уже 45 лет. Ну, а теперь не 45, а 54. И пока ни одного поражения. Секты это не церковь, а вне церкви нет спасения. Это я уже не раз пояснял по Писанию. Там нет священства, без которого Христос не дал указания спасаться. Зная ненависть врагов Божьих, но открывая Библию, я нахожу, что так и должно быть. Иоанна 15, 20. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не меньше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Папа, мне стыдно нападать на меня? Их сколько, а я один. Да. Работая локтями мы бежали. Кого-то люди били на базаре. Как можно было это просмотреть? Спеша на гвалт мы прибавляли ходу, зачерпывая валенками в воду. И сопли забывали утереть. Это надо... Услышали, на базаре кого-то бьют, и все туда бегут. Бьют его крепко. Что? И сопли забывали утереть. И замерли. В сердчишках что-то сжалось. Когда мы увидали, как сужалось кольцо тулупов, дох и капелюх. Как он стоял у овощного ряда, вобравши в плечи голову от града. Печков, пинков, плевков и оплеух. Вдруг справа кто-то в санке дал с оттяжкой. Вдруг слева... Знаешь, где санки? Вот сюда вот дал с оттяжкой. Вот так вот с поворотом ему. Дальше. Вдруг слева залепили в лоб ледяшкой. Кров появилась и пошло всерьез. Все вздыбилось. Все вздыбились? Все вздыбились. Все скопом завизжали, обрушившись дреколем и вожжами, железными шторями от колес. Зря он хрипел им. Братцы, что вы, братцы? Толпа сполна хотела рассчитаться. Толпа глухой стала, раздерясь. Толпа на тех, кто плохо бил, роптала. И нечто с телом схожее топтало в снегу весенним, превращенном в грязь. Схожее с телом? Уже на тело-то не похожее. На базаре било. Со вкусом били, с выдумкою, сочно. Я видел, как сноровисто и точно, лежащему под самый-самый дых, извожжены в грязи, в навозной жижи, все добавляли чьи-то сапожища, засаленными ушками на них. То есть у сапогов ушки делает, которые... И он даже это заметил. Ну, ушки натягивает, сапоги. Их обладатель парень с честной мордой, с честностью своей страшно гордый, все бил да приговаривал. Шалишь! Бил с правотой, уверенной, весомой. И взмокший, раскрасневшийся, веселый, он крикнул мне, «Добави ты, малыш!» Малыш, тебя зовут. Удари ты, малыш. Не помню, сколько их, глядевших, било. Галдевших! А, галдевших било. Быть может, сто, быть может, больше было. Но я, мальчишка, плакал от стыда. Ну, я мальчишкой плакал от стыда. Да ты... Ну, что ты в самом деле? Ты убиваешь человека, а я мальчишкой плакал от стыда. Издевка. Не помню, сколько их, галдевших, било. Быть может, сто, быть может, больше было. Но я, мальчишка, плакал от стыда. Если сотня, воя оголтела. Кого-то бьет, пусть даже и задела. Сто первым я не буду. Никогда. Кто пишет? Евгений Евтушенко. Так, о чем она здесь речь шла? Что исправления православной церкви не будет никогда. Все, это последнее. Давай запишем. Не выиграть бит. Это ко мне весь вопрос стоял. Вот так. Били кого-то. А зачем стихотворение я его сюда взял? Знать, какое стихотворение? Так это про меня. Меня они так бьют в грязь, топтали в жижу и бьют под дых. И тут еще малыша призывают. Малыш, и ты ударь его. Так. Бьют. Ну, кого-то там, может быть, что-то взял. Напиши, там, бьют на базаре. Все на этом. Алелуя. Благодарю. Спаси Христос. Ну, как правило, бери за что? Своровал что-то. Своровал и за это долгот. Евгений Евтушенко, это настоящий поэт. Как-то его спросили, а сколько поэтов в России? Он говорит, что три. А кто? Ну, он говорит, как кто? Ну, был Ахмадуллин, это его первая жена. Второй там, ну, Дементьев. А третий? Ну, еще непонятно, это я. Как это выступает одна тут. И о себе говорит, она приезжала, Новикова. Ну, хорошее у нее выступление было так. Я перед вами артистка. Как знаете, я самая талантливая, самая умная и самая красивая. Это я все сама придумала, тоже добавила. Интересно. У нас, говорит, в огородах ничего не растет. А почему? Вы Ленина похороните, говорит, сначала. Чтобы он не отравлял воздух. Вот у Бобенка артистка какая-то была здесь. Ну, что сказать? Юмор. Слава Богу. Талантливый. Давайте. Давайте.